Привет всем, меня зовут Лидия, и сегодня я, так сказать, как всегда, ну, зачастую, наверное, снимаю это видео по настоянию моей дочери Даши. Дело в том, что недавно я прочитала, опять же, благодаря вот видеоблогерам книжным, великолепного, нескольких книг великолепного автора, впервые, надо сказать, за всю мою жизнь. И зовут её Фэнни Флэг. Эти книги этого автора рекомендовал, опять же, один из блогеров, за что я искренне его благодарю, потому что я получила просто такое удовольствие от прочтения этих книг Фэнни Флэг. Писательской деятельностью у нас занимается 30 лет, и, тем не менее, это, кстати, она не из тех, кто-то с этим ежемесячно выдаёт на гора. За эти 30 лет она написала всего лишь, всего лишь, 6 книг, но какие книги, они практически все стали бестселлерами в Америке, экранизированы, номинированы на Оскара и так далее, ну, подобное. Чем подкупают вот эти книги, чем они мне вот запали в душу, тронули, зацепили, можно сказать, меня? Ну, в общем-то, темы вечно, надо сказать, где-то я прочитала, что, в принципе, если всё вот так обобщить, то получается, что где-то, в общем, по максимуму. 35 тем, кстати, у человечества, о которых пишут спокой веков, всегда, которые обсуждают с той или иной стороны, с той или иной позиции, каждый по-своему и так далее. Вот здесь тоже, ну, вот как это подано, просто какой язык, какая точка зрения на человека, на его взаимоотношения с людьми, и что такое доброта, милосердие, и кто я есть, и для чего я пришёл в этот мир и так далее. Поэтому я не могу не остановиться на тех, которые я вот прочитала, можно сказать, захлёб, запоем. Это первое, наверное, так. Добро пожаловать в мир, малышка. Героиня там Гена Нордстром. Но, в общем-то, именно в этом романе, так сказать, задаётся вопрос, кто я. Вот и день этот вопрос в своё время пришлось задать себе. Ну и что, кто я? Я такая-то, сякая-то, тем-то, тем-то занимаюсь. То есть она была занята карьером на телевидении, вначале, ранее, потом на телевидении шла, так сказать, всё вверх, 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 достигла какую-то известность и так далее. Вот здесь, так сказать, раскрываются темы добра и зла, темы морали, что хорошо, что плохо. Вначале, так сказать, такая эйфория, когда-то телевидение только вошло в наш мир. То есть первые шаги были, что это принесёт несчастливые радости человечеству, насколько всё это информационно, так сказать, можно донести, вот все эти вечные темы и так далее, ну и подобное. Но по мере, так сказать, взросления, по мере развития, выливается всё это, да, наоборот. То есть, как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть показывается то телевидение, которое у нас есть сейчас, на самом деле, то есть погоня за рейтингом, за скандалами, когда вытаскивается всё и вся, когда рушатся судьбы и так далее и так подобное. Ну и личная трагедия, так сказать, Дены, тогда в 15 лет её, можно сказать, бросила мать, это её травма, которую она запрятала глубоко внутри. И только волей, можно сказать, обстоятельств, будем так говорить, и не единордых обстоятельств, она пришла к своим истокам, то есть к своей родне, которая ни во что не ставила, ей ничего не надо было в этой жизни, ни любви, ни ничего, она делала карьеру, и этого было достаточно. Она была страшно одинока. И вот, кстати, вот это вот, её загляд на глубоко проблемы в том расследовании, почему мать её оставила, почему она так прожила и так далее, причём всё поднуло в такой вот форме, просто вот такой, ну, надо сказать, динамичной. С удовольствием мы прочитали эту книгу. Ну, немножечко перекликается, так сказать, героиня тут Дена тоже, ну, и прежде всего, миссис Элнер, это в романе «Рай где-то рядом». Ну, общеизвестно, наверное, все согласятся, что и рай, и ад – это внутри нас. Это не где-то во мне, не где-то там, он внутри нас. И поэтому, если ты хочешь чего-то достичь, то есть получить что-то типа рая, так ищи его в себе. И вот здесь вот тоже очень так это всё жизненно, очень добро показана, так сказать, судьба вот миссис Элнер. Это обыкновенный, так сказать, маленький городочек, где она проживает, но немного чудачка. Но вот через её потом взаимоотношения с людьми, насколько она была добра, насколько… Ну, в общем-то, надо сказать, что вначале такая вот завязка на том, что ей уже 86 лет, и достаточно пожилая леди в этом маленьком городке. Она захотела услужить своей соседке, порадовать её чем-то, то есть сварить инжирное варенье, полезно на дерево с этим самым инжиром по лестнице, а там было гнездо ОС, которое она нечаянно задела, сорвалась, упала, ну, в таком голосе достаточно это чувствительно. Более того, ОСы, так сказать, её много-много раз ужалили, анофологический шок, и, по сути дела, когда доставили её в скорую помощь немедленно, была констатирована смерть. Причём в таком состоянии, смерти, можно сказать, однозначной, она находилась несколько часов. И вот рассказывает Фенни Флэг о том, что она чувствовала в это время, как воспринимали её смерть окружающей, тех, с которыми она много-много лет прожила рядом, что она значила для них. Ну, в общем-то, конечно, смерть любого, особенно до близких, это невосполнимая потеря, это пустота, это чувство вины и так далее. Но вот здесь всё это показано настолько вот через вот эту вот смерть мисс Элмер, насколько много она значила. Вот казалось бы, такая вот пожилая маленькая женщина, насколько много значила она для окружающих, насколько много добра она сделала окружающим, причём не за страх, не за совесть, а вот именно по велению души. Каково её было вот такое вот детское, тут сразу вспоминаешь, вот эти заповеди Иисуса Христа, «Будьте как дети». Так вот именно она была вот таковой, то есть принимала мир, каков он есть, с милосердием, добротой, с навсеком, к птицам. Она встречала каждый день восход и закат, и говорила о том, что это незабываемо, всегда отличное зрелище. Зрелища абсолютно разные, вчера и сегодня. Чуть ли не обществом такое было несколько человек, которые присоединялись к ней во дворе ежедневном, и смотрели вот на эти закаты и восходы. Вот она потом как бочнулась и увидела, насколько все её любят, насколько много она значила для них, но тем не менее никакой ни гордости, ни тщеславия, ни вообще ничего. То есть она опять же воспринимает этот факт так, как он есть. И вот эта вечная ценность, вот эта доброта, милосердия, настолько она расписана в этом романе, замечательная, просто незабываемая. Что ещё? Вот ещё один, так сказать, бестселлер, это «Жареные зелёные помидоры». Кафе «Полустанок». Опять же, небольшой совсем, действительно, «Полустанок», где несколько домов, и вот это кафе, там концентрация-то всей жизни. Не только вот жители эти, которые постоянно там бывают, и владелицы ОНО, так сказать, вертышей нет, но прежде всего и приходящие, так сказать, откуда-то, где-то как-то, особенно взаимоотношения с неграми в своё время. Здесь, так сказать, наши дни, это вот Вирджини, это будет, ну, типа, в пансионе, в доме престарелых уже в этом возрасте, и совершенно случайно встречается с Эвелин, так сказать, Кович, который посещает еженедельную свекровь свою, ей это как-то в напряг, можно сказать. И вот она встречается и начинает разговаривать, с этой Вирджинией, и тут, так сказать, наши дни и те дни. Она вспоминает, как это было, сороковые, тридцатые годы взаимоотношения, это особенно расовые, так сказать, вот эти вот все расслоения, взаимоотношения с неграми, ну и как было тогда и как сейчас. Вот, кстати, владелица салона, будем так громко говоря, красоты, постоянно жалуется, что сейчас-то вообще никакие ворота не лезут, то есть, то ни во что не ставили, а теперь и вовсе их превозносят, афро-американцев и так далее, и не дай бог же, ты там не так посмотришь, не так скажешь, не так вырвешься за судья, по судам только и таскаются. Очень интересная вот эта вот, ее заинтересованность Эвелин, каждое посещение, вот эти вот рассказы о тех днях, о восприятии, вот, движение этой, хотя она была отвергнута вовсе даже не родная, какова была владелица, ее, несмотря ни на что, куклу слану и прочее, ее помощь всем окружающим, то есть, она настолько была необходима всем и каждому, и уже вот, когда уже практически все умерли, да и полустанок сгинуло, кафе-то уже сгинуло, настолько все это живо, ее память, и вот так вот это все преподносится, что Эвелин пошла потом по этим стопам, посетила вот те места, где было это кафе, этот самый полустанок, где постоянно проходили некоторые поезда, очень написано, вот, прямо вот, ну и особое, конечно, на меня впечатление произвел роман, которым я почитала последним, это «Рождество» и «Красный кардинал». Ой, такая теплота, вы знаете, вот такая доброта от этого романа. «Красный кардинал» — это маленькая птичка красного оперения, вылез в США, но не во всех местах, в определенном, так сказать, только штате. Завязка, значит, в том, что, так сказать, некий Осфальд, мистер Гэмбелд Олсфальд, проживает в Чикаго, уже 15 лет как разведен, детей у него не было, жена его давно уже замужем за другим, и двое детей имеет, иногда они общаются, как бы, иногда он очень одинок, пенсионер, и очень болен, то есть ему где-то 50 лет, и вот врач уже стоит перед таким фактом, что развитие болезни, физема, там, тяжелейшаяся, со осложнениями, таково, что жить ему осталось не больше года, в лучшем случае год, а то и меньше. И предстоятельно рекомендую хотя бы эти последние месяцы переехать из Чикаго, то есть где не было приятно атмосферы, экологии и так далее, в другой штат по Южной, где хотя бы он, может быть, сколько-то протянет, хотя бы до года. И вот он решает смысл, я этим совершенно нечем, смысл в своей жизни он не видит, он очень одинок, он ни с кем не связан, его ничто в этом здесь не держит, и поэтому, почему бы и нет, брошюрку ему дал, доктор, еще своего предшественника, что там был какой-то, типа, пансиона, что ли, где лечили подобного рода больных, не только подобного рода заболевания, но и другие, где можно снять либо бунгало какое-то, либо, значит, в пансионе поселиться, он находит, правда, это уже кануло в лето, давно этого пансиона нет, тем не менее он созванивается, приезжает туда, поселяется в один из коттеджей, будем так говорить, ни на что не надеясь, ничто в нем не переворачивает, так сказать, вот это вот, можно сказать, смертельное заболевание, когда перспективы весьма, весьма, такие мрачные, и назад уже ничего не сделаешь, неизлечимо, и вот здесь вот он начинает сталкиваться с людьми, опять же маленький городок, совершенно маленький, там почта заставляет по реке на лодке, по штальонам уже в течение многих лет, они как бы отрезаны, можно сказать, от остального мира на много миль, только по особой необходимости, где-то выезжая там в городок небольшой, и вот взаимоотношения с этими людьми, насколько вот добры они друг другу, насколько они желают скрасить, вот в этом богом забытом уголке, можно сказать, устраивает Рождество такое великолепное, там День Благодарения и так далее, и вплоть до Святого Валентина даже, дня 14 февраля и так далее, насколько они вот подкупают вот эта вот доброта, какая-то вот терпимость, ну вообще невероятно, и потом их объединяет, он попадает, этот Усоль, но в такую ситуацию, когда, почему красный кардинал-то речь о чем, что там единственная лавка всего, и в этой лавке, это, кстати, от и до, то есть там все можно купить, владелец ее некий Рой, и вот получилось так, что двое мальчишек там каких-то пришло, стреляли из какого-то мелкашки в птиц, и ранили вот эту птичку красного кардинала, который называется, Рой его подобрал, крыло у него было порождено, посмотрел, он принес свою лавку, пытался его, значит, отпустить, он никуда, ну летать он не может, поэтому остался он там, и уже вот много месяцев прожил в этой лавке. И вот этот красный кардинал, он как бы, ну и лавка объединяет, конечно, там каждый бывает чуть ли не ежедневно, и вот эта вот птичка, казалось бы, совсем небольшая, когда он прижился, и такая потешная, такая умная оказалась, и все, как-то все это завязано, этим красным кардиналом, а потом в концовке, значит, девочка Петси, она какое-то там, какое-то семейство совершенно, невообразимое на сезонной заработке остановилась в трейлере. Вот эта девочка, она, у нее родовая травма, типа множественные переломы, бедренных костей и ног были, и она хромала, вот она появилась в вот этой лавке, увидела вот этого красного кардинала, его звали Джек, она просто в него влюбилась, они подружились, Джек тоже ее принял за свое, вот эти отношения с Петси, и потом все это вот, в дальнейшем завязано на Петси, на красном кардинале, в отношении, о том, как они ее ставили, и потом вот операции в необходимости, как все сплотились, и не только вот это выселение, но и блестящее, и другие стали жертв, поскольку на эти операции нужно было порядка 100 тысяч долларов, на восстановление только. И как каждый раскрывался, вот в ходе вот этих вот всех, и в частности вот этот Освальд, который, казалось бы, никому не нужен был, и так к нему отнеслись душевно, он обрел здесь друзей, он раскрыл, так сказать, себя, когда-то он мечтал стать художником, архитектором, он стал рисовать, и так далее, и так подобное. Вы знаете, вот просто незабываемое впечатление на меня произвело, особенно в этот роман «Рождество» и «Красный кардинал». Незабываемое и замечательное, поэтому спасибо тем, кто порекомендовал, потому что достаточно сложно ориентироваться в книжном мире, в современном, поскольку пишут, так сказать, все, кому не лень, особо ленивые, поэтому вот эти вот видеоблогеры, которые рекомендуют, которые читали что-то, которое им понравилось, которые делятся своими впечатлениями, очень помогают мне сказать. И я очень довольна подобного рода. Не единожды я получала просто удовольствие незабываемое в связи вот с этими советами, впечатлениями, которые я потом сама посмотрела, почитала и довольна. Вот и в данном случае весьма довольна. Спасибо всем за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok